Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс, и мы продолжаем проходить замечательную игру постморта. Ну и что ж, напоминаю, что в прошлой серии мы с вами встретились с Тео Мале, одним из главных подозреваемых в убийстве. Вот, кстати говоря, он сидит себе спокойно за столом и играет в карты. Точнее, только что играл в карты. Но и тем не менее, убийцей он себя не считает, да и я, в принципе, тоже с этим абсолютно согласен. Он, скорее, главный свидетель убийства, который все-таки поспособствовал тому, чтобы супруги Уайты были убиты. Ну и, в общем-то, особенно он с нами разговаривать не хочет, поэтому давайте мы поговорим со старым другом Гюло. Узнаем, может быть, он нам что-то может подсказать. Гас Макферсон! Сколько лет, сколько зим, старина! Так. Привет, Гюло. Последние месяцы не было времени зайти в Ламбик. Честно говоря, я не то что покупаюсь в золоте... Не люблю, когда друзья попадают в беду. Думаю, я смогу тебя выручить. Слушай, не хочу лезть не в свое дело, но ты хорошо знаешь этого, Мале? Ну, время от времени он появляется то здесь, то там. Больше сказать не могу. Профессиональная тайна, знаешь ли. Хоть раз избавь меня от своих принципов, Гюло. Я хочу знать, Мале это тот, кого я ищу или нет. Он ведь служит портье в шикарном отеле в восьмом округе в Орфее, да? Слушай, ты, по-моему, свободно говоришь по-французски. Зачем тебе переводчик? Поговори с Мале сам, а? Я не собираюсь лезть не в свое дело. Ну да, в принципе, мы с Мале это уже побеседовали, но я так понимаю, что газ заходит всегда издалека. Если ты его хорошо знаешь, то должен был заметить какие-то изменения. Он во что-то впутался. В какое-то сомнительное денежное дело. Мак, ну сколько можно? Если я говорю «отстань», значит отстань. Он утверждает, что получил всю эту кучу денег в наследство. Остальное меня не интересует. Так. Не очень-то ты мне помог, Гюло, но я тебя понимаю. Не хочется выдавать всякие компрометирующие секреты. Я знаю. Так, ну и больше он нам сказать ничего не может. Ты меня удивляешь. Уже вернулся? А ты, Гюло, я смотрю, все так же вкалываешь. Долгие дни, приведенные за подсчетом мух. Хорошо быть владельцем бестро, верно? Мне бы так. Хотел бы я посмотреть на тебя на моем месте, Мак. Привередливые клиенты и просто приятели. Юные таланты, критики, пронырливые щеки. Вечеринки, которые нужно организовывать. Выставки, которыми нужно заниматься. У меня не хватает сил даже на мои фрески. А ведь еще есть куча всяких мелочей, сам знаешь. Услуга одному, любезность другому. И только осенью есть время немного передохнуть. Ты хочешь сказать, у тебя есть другие доходы, кроме Аламбика? Это не слишком рискованно. Ты же знаешь, в Париже сходятся дороги всех искусств. Кто-то должен регулировать движение на этом перекрестке. Ну да, я смотрю, он вообще неразговорчивый, да? Ладно, Гело, на время я от тебя отстану. Но имей в виду, ты можешь мне вскоре понадобиться. До свидания, Мак, и будь осторожен. Ну да, с другой стороны, вы знаете, в принципе, мы поговорили с Тео Мале. Может быть, можно наведаться в полицейский участок и, в общем-то, побеседовать с комиссаром Либре. Потому что он-то, насколько я понимаю, не знает о том, что... Давайте мы проверим. Не знает о том, что Тео Мале получил какое-то наследство. Ну да, здесь просто указано, что дежурный партии уволился с работы. Так, хорошо. Давайте комиссариат. Как же все-таки выткнуть ключ? Это просто невероятно. Казалось бы, такая элементарная и простая задача. О, снова секретного агента принесло. Ну и манеры у этих американцев, честное слово. Конечно, если комиссары вечно окружают ангелы-хранители вроде вас, вряд ли ему удастся далеко продвинуться. Если расследование не движется, Либрен сам виноват. Без кожи вон лезет, чтобы найти таинственного посетителя, который приходил к Уайтом вечером накануне убийства и даже не проверяет показания. До свидания. Ну да, до свидания. Нет, нам тоже он ничего сказать не может. Ну и, соответственно, пройти туда мы с вами не в состоянии. Можно, конечно, Франка Кауфнера посетить, но, тем не менее, вряд ли он нам что-то может сказать. Входите. Скорее всего, это все. Я очень занят, месье. Вам следует навести справки у комиссара Лебрена. Давайте еще раз попробуем подойти к Тео Мале и побеседовать с ним. Опять? Так я вам понравился, надо же. Ну, вряд ли, что... Ну что, Мале, память к вам вернулась? Когда же вы отвяжетесь? Мне нечего вам больше сказать, мистер Максерсон. Ну да, вот и на этом все. Совершенно нам никто не хочет помогать. Добрый день. Какой номер вам нужен? Здравствуйте, мадемуазель. Соедините меня, пожалуйста, с номером Элизе 1528. Я хотел бы поговорить с Софией Блейк. Минуточку. Ну, ее, скорее всего, в номере нет. Номер не отвечает, месье. Перезвоните позже. Все понятно. Так Гюло нам совершенно ничем не может помочь. Ты меня удивляешь. Уже вернулся? Не очень-то ты мне помог, Гюло. Но я тебя понимаю. Не хочется выдавать всякие компрометирующие секреты. Я знаю. Абсолютно никто не хочет ничем помочь, друзья. Вот абсолютно. Да. Предложить ему взятку смысла тоже нет, насколько я понимаю. У Теума Лей денег достаточно, потому что он и так уже получил наследство. Да. Мы с вами в тупике, друзья. В студии, по большому счету, делать нечего. Здесь никаких дополнительных материалов мы с вами не найдем. По-прежнему вилкой мы не можем воспользоваться для того, чтобы вытолкнуть ключ. А я так чувствую, что до тех пор, пока мы не продвинемся дальше, я имею в виду с номером, расследование будет в тупике до этих пор. Да. Может быть, еще раз обратиться к дежурному? Снова вы, мсье? Мне больше нечего вам сказать. Вообще, конечно, очень странно. Я-то думал, что достаточно найти Теума Ле, и хотя бы комиссар сможет с нами побеседовать. Мсье, разве вы не заняты расследованием? Ну да, совершенно резонное замечание. Разумеется, мы заняты с вами расследованием, но, как видите... Это визитная карточка. Ага. То есть, в принципе, мы можем с вами по приметам, которые мы с вами видели, нарисовать портрет подозреваемого и попробовать предъявить его хотя бы официанту. Так, ну, давайте попробуем это сделать. Так, это выдержка вскрытия от показаний свидетелей. Не носят очки, небольшие темные глаза, большой рот с тонкими губами. Угу. Квадратное лицо, короткие прямые волосы, уши среднего размера, плотно прижаты. Да, ну, не знаю, друзья. Давайте попробуем, конечно, сделать набросок. Художник из меня никакой. Будем надеяться, что Густав сможет каким-то образом нам в этом помочь. Будем считать, что небольшие темные глаза это подходит. По поводу бороды ничего не было сказано или усов. Только то, что квадратное лицо. Ну, пожалуй, вот это подходит под квадратное лицо, да? Короткие прямые волосы. Ну, это уж совсем короткие. Это бьющиеся. Ну, сложно сказать, но, возможно, вот это вот у нас, в общем-то, короткие прямые волосы. Хотя, конечно, больше похоже на шевелюру. Вот, мне кажется, короткие... Нет, ну, это тоже вот не короткие волосы, по большому счету. Давайте оставим так. Уши среднего размера плотно прижаты. Ну, вот похоже на... Хотя нет, вот, с другой стороны плотно прижаты уши, но, тем не менее, они довольно-таки большие. Так, и было сказано, что рот большой, с тонкими губами. Ну, вот, наверное, что-то подобное. И разбитый нос, но, по всей видимости, вот примерно так разбитый нос, наверное, и должен выглядеть. Мсье? Вы узнаете этого человека? Нет. Это определенно не он. Совершенно не похож. Тогда, возможно, эти двое не имеют никакого отношения к смерти Уайтов. Прошу прощения, но это все-таки вы ведете расследование, а не я. Я могу лишь сообщить вам то, что знаю. Вы можете мне описать эту таинственную личность? Вы можете нарисовать его портрет? Замечательно. Я сейчас же вам его опишу. Отлично. Он был высокий. Очень высокий. Густые черные усы, лицо такое квадратное и какие-то жуткие глаза. В общем, тот еще тип. Спасибо. Не стоит благодарности. Только понятно, что, скорее всего, раз изначально про подозреваемого говорили, что... Хотя, с другой стороны, про усы-то никто ничего не говорил. Все говорили только то, что у него действительно квадратное лицо. И вот сейчас про густые волосы что-то. Так, давайте посмотрим записные книжки еще раз. Так. Высокие, очень высокие. Густые черные усы. Лицо такое квадратное и какие-то жуткие глаза. В общем, тот еще тип. Хм. Забавно. Ну, давайте попробуем найти жуткие-жуткие глаза. Густые черные усы. Ну, вот, похоже, вот так. Жуткие глаза. Честно говоря, я особенно жутких глаз здесь не наблюдаю, друзья. Может быть, как-то так. Мсье, разве вы не заняты расследованием? Ну, в принципе, мы получили все данные по поводу того, как он должен был быть, должен был выглядеть. Но, тем не менее, если первый раз, значит, первый раз портье нам каким-то образом помог, кто теперь не хочет ничего говорить. Ну, а точнее, не партия, а официант. Конечно же, официант. Густые черные усы. Может быть, дежурный что-то подскажет? А, это опять вы! Так. Благодаря вам я смог нарисовать портрет подозреваемого. Он далек от совершенства. Но это хоть какая-то зацепка. Остается только показать его полиции. Это точно он, черт усатый! Я уверен, он и есть убийца! Минуточку, МСЕПИТИ, я никогда не говорил, что этот человек виновен. Мы даже не знаем его имени. У него глаза убийцы. Такого ни с кем не спутаешь. Хорошо. Итак, если у вас все в порядке, то позвольте мне вернуться к своим делам. Всего наилучшего, МСЕ. Ну, то есть, вот так вот, методом проб и ошибок нам все-таки удалось нарисовать портрет убийцы. Но в таком случае давайте мы как можно быстрее отправимся в Бистро-Ламбик и покажем этот же самый портрет Тео Мале. Я так думаю, что увидев его, он вряд ли сможет нам отказать. Посмотрите-ка, опять этот Янки. Я вам кое-что покажу. Вы узнаете этого человека? Эх! Но тем не менее, он этого человека не узнал, несмотря на то, что Эзидор Пяти его явно образом опознал. Посмотрите-ка, опять этот Янки. Ну что, Мале, память к вам вернулась? Когда же вы отвяжетесь? Мне нечего вам больше сказать, мистер Максерсон! Ну, с другой стороны, можно, конечно, его Гюлоу узнать. Может быть, он его где-то видел. Ты меня удивляешь? Уже вернулся? Ладно, Гюло, на время я от тебя отстану, но имей в виду, ты можешь мне вскоре понадобиться. До свидания, Мак, и будь осторожен. Да, друзья, мы с вами зашли в полный тупик. Единственное, что можно сделать, это вернуться в отель Орфей, показать этот портрет мадам Луазо. Уж во всяком случае, она тоже видела подозреваемого, и, в общем-то, может быть, она что-то может нам ответить. И как же, черт побери, нужно пробраться в номер? Приходите позже. Мне нужен отдых. Вот абсолютно никто не хочет с нами разговаривать, друзья. Дверь, конечно, заперта, и вряд ли администратор откроет ее по моей просьбе. Нужно найти способ туда попасть. Дверь, конечно, заперта, и вряд ли администратор откроет ее по моей просьбе. Нужно найти способ туда попасть. Да, в полнейшем просто тупике. Что делать, друзья, я не приложу ни... не приложу ума. Казалось бы, элементарный момент. Вытолкнуть ключ. из скважины. почему-то это вызывает у нас какие-то огромные сложности. мсье, мсье, разве вы не заняты расследованием? Почему вот не хочет нам помочь так же официант? Ведь вроде бы Эзидор Петти опознал убийцу. Может быть, нам, конечно, в секретариат заглянуть и показать, а точнее, в комиссариат показать этот портрет. Уже комиссару до свидания. Ну да, до свидания. Забавно. Эй, полегче. Здесь я решаю, кого пускать господину комиссару, а кого нет. Да, друзья, что делать, я просто ни малейшего понятия не имею. Ни в Бистро-Ламбик, ни в кабинете, ни в комиссариате, ни в студии. Вот ничего абсолютно неизвестно, что, как можно предпринять. И тем более показывать портрет доктору тоже не имеет никакого смысла, в принципе. Я очень замен, мсье. Совершенно верно. Вам следует навести справки, у комиссара Лебрена. Нет, можно, конечно, попробовать позвонить комиссару и сказать, что нас не допускают к нему, чтобы побеседовать. Хотя, с другой стороны, вряд ли он каким-то образом откликнется, тем более, если Гас Макферсон известен. У него даже есть своя, будем так говорить, кличка. Да. Давайте еще раз в отель Орфей. Где можно найти хоть что-нибудь похожее на тонкий предмет, с помощью которого можно было бы вытопнуть ключ. мадам Луазо тоже с нами не хочет разговаривать. здесь тоже никого нет. У кого можно было бы допустим попросить на время заколку или еще еще что-нибудь. В принципе, заколки могут конечно лежать на туалетном столике, но как видите, нам он абсолютно неинтересен. лампа, какие-то записки. раз здесь стоит бутылка вина, то может быть конечно штопор можно какой-то взять. В принципе, бутылку вина мы уже брали у официанта, но тем не менее штопора он нам нет. А он-то как раз нам был бы очень-очень полезен. Можно конечно вернуться вниз и порыскать по полкам, но вряд ли самим официантам это будет воспринято положительно. Давайте попробуем зайти еще раз ванную комнату. Да нет. Да, давно, друзья, мы с вами не были в таком тупике. Картина висит несколько крионов. Вряд ли это имеет отношение к делу, конечно. давайте вернемся в ресторан и может быть действительно штопором воспользуемся. Потому что больше с нами никто ни на какие темы разговаривать не хочет, помогать нам никто не хочет. Указ даже есть не хочет. Меню. на столах ничего такого нет. с ... так, ну что ж, друзья, чтобы не мучить вас дальше, пожалуй, мы уже только в следующей серии попробуем зайти в эту комнату, попробуем понять, что же нужно сделать. Тем более, в общем-то, портрет у нас на руках уже есть, и раз Азидор 5 его опознал то ну по большому счету странно что ты умали не проявляет никакого страха перед устава макферсеном тем более наверняка раз уж мы убедились в том что это подобного рода человек он должен был бы сразу сдаться ну что ж ладно друзья если вам понравилась вот эта серия полной неопределенности ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была дура макс увидимся в следующей серии всем пока